Друзья, привет! Мы наконец-то с вами, Ромбов ФМ Радио, на студийных часах 20.00, как всегда. Уж не знаю, как у вас, они у нас немножечко не работают, немножечко торопятся. И всем привет! В студии Ромбов ФМ Радио Серж, Ильич, Сергей Ильин и Арсен Мукенди. Привет! Привет, друзья! Вот наконец-то мы до вас и добрались. Наконец-то мы устранили зеленых человечков. Кстати, Арсен, оказывается, тоже умеет с ними бороться. И он завалил прям троих. И у нас, наконец-то, получилось выйти к вам в эфир. За эфир мы можем поблагодарить Ломоносовский городской дом культуры, лично Николая Андреевича и студию Саундлайв. Конечно. Да, друзья, давайте начнем. Познакомимся все-таки с Арсеном. Уже пора, да? Арсен, расскажи, с какого времени ты полюбил нашу Родину? Именно нашу Родину? А, именно нашу Родину? Ну, нашу Родину! Нет, я полюбил эту Родину уже давно. Так. С первого взгляда я уже полюбил. Ты сейчас врешь, нет? Нет, я честно говорю. Первый раз, когда приехал, вот в Россию, так, поступил я в Россию, сразу полюбил. Уже на самолетах, когда я слышу про Россию, уже хочется уже любить. А, любишь? То есть душа запела сразу? Да, душа, уже хочется. Приехал, все. Все, да? Вот так сразу рождается патриотизм. Глазно. Это какой год был примерно? Это 2011 году. Пять лет назад? Да, пять лет назад. А какая причина вообще? Что тебя побудило вот так вот бросить все и прилететь сюда, именно в Россию? Я бросил все, приехал ради интереса, во-первых, и учиться. То есть ты как, закрыл глаза и ткнул точку на карте? Я могу сказать, что это про судьба. Судьба? Да. Судьба, так получилось. Я пытался куда-то ехать, везде ездил. Но тут прямо получилось раз, прям все. И я приехал. Отлично. И я думаю, что приехал ради Ломоноса. Ради Ломоноса? Да. Или ради Аранимбаума? У нас еще есть вопрос. Ради Ромбова, может быть, все-таки? Ну, не знаю. Ничего не определился. Три в одном. Мне кажется, все-таки Арсен прилетел именно в Россию, потому что были самые дешевые билеты. Нет? Потерянся, я на полета. А, перепутался. Понятно. Куда летел? Летел в Америку, прилетел в Россию. На Бали. Понятно. Нет, очень приятно, очень хорошо. Я прилетел, мне все приняли. Конечно, во-первых, было сложно, а потом уже привык, там, русский язык изучался сначала. А потом надо понятно, тут написано не Р, а Р, там, тут не радио, а радио. Да, кстати, по поводу русского языка, это вообще для меня был какой-то феномен. Я его встретил, когда он еще вообще по-русски не говорил. Вообще не. Он был в России, там, может быть, не знаю, там... Честь месяц. Ну, да. Или пять, наверное. Как мы с тобой общались, я не понимаю. На пальцах, наверное. Буквально прошло какое-то время год. И он уже вот как сейчас просто говорит, мы с ним разговариваем, все, описать год. Значит язык. А говорят сложный, сложный. Значит, полюбил. Точно полюбил, да. Полюбил, да. Да, друзья, давайте представим Сергея, Сергей Лин. Я все время путаю, говорю, творческая студия Апельсин. Творческая. 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 Ладно, давайте уже, давайте серьезно, все-таки на радио. Расскажи, все-таки, как не творческая студия, а как тебе... Ну, творческая, я ее называю, мастерская, может, студия творческая, мастерская. Десант Видео А. Проект. Проект Апельсин. Апельсин, да. Сергей Лин. Сергей Лин вот пригласил как раз Арсена к нам в наш прекрасный город. Сергей, вот как вот в Азикало у тебя вообще идея? Апельсина? Нет, не апельсина. Пригласить. А, пригласить. Пригласить Арсена. Слушайте, ну, просто я знал про то, что есть такой человек, что он талантливый, что он, если приедет, он просто тут... Ну, так, скажи, секундочку, ты на сайте знаком с ним, что ли? Нет, нет. Нет, я когда-нибудь жил в городе Иваново, где с ним и познакомился, куда он приехал учиться, где и полюбил Россию. Понимаете, вот он туда летел, пролетал, увидел Иваново, полюбил, приехал, и мы там с ним встретились. Там как раз город Невесть. Да, да, да. А, о, так уже секреты, секреты уже пошли. То есть, да, мы там с ним познакомились, там, и там нас как бы так творчество чуть-чуть связало, как бы, и я там играл на бас-гитаре, он на барабанах. Да. Ну, немножко. Не, да, чуть-чуть. Да, и все. И потом я женился, жену оттуда пополнил, детей завел, Грек Павломоносов. Вот это вообще проблема города Иваново, что забирают женщин там, девушек. И уезжают. И уезжают. Да, это, кстати, уже не актуально. Там уже нет никакого города невесты. Это раньше, там были большие ткацкие фабрики, вот там ткачихи, ткачихи, там было много-много-много студентки. Сейчас это, наверное, город, город, аптек, пятерочек. Но все равно все туда едут за невестами. Вот, Арсен. Вот он туда же и прилетел. Готов ли ты сейчас для нас вот прям вот на Рамбов FM Radio, там, в студии Soundline сыграть вживую вот что-нибудь? Да, могу, могу. Давайте, друзья, мы сейчас послушаем, да, какую-нибудь композицию в исполнении Арсена. И потом мы поставим песню Арсена и вернемся в студию, чтобы с вами услышаться. Ребята, а что петь вообще? Да, что-нибудь такое хорошее. Что можешь, что хочешь. Что все знают. Русское народное, конечно. Что тебе нравится? Калинька, калинька. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо, да. Надо, давай. Надо, давай. Надо, давай. Надо, давай. Надо, давай. Надо, давай. bere hat, давай. sotto说. Субтитры сделал DimaTorzok Все вместе Дорогие радиослушатели, мы опять возвращаемся в нашу студию, где у нас присутствует, скажем так, воздвигающая звезда Арсен. Арсен, такой вот вопрос. Как тебе Санкт-Петербург? Наш прекрасный город, красивый. Санкт-Петербург. Тут же все сказал. Красивый город. Не, Санкт-Петербург. Это Санкт-Петербург. Красивый город. Ну, насколько я знаю, ты в Москве был, да, и там, и в Питер приехал. Вот сейчас в Ломоносов приехал. Причем даже вот, ну, мы еще вернемся, ты у нас уже тут два дня находишься. Очень много скидывают видео про тебя, там, где ты выступал и в ДК, и где в ТРК, да, в Евразии выступал. Просто большой тебе, вот как пишет, респект и уважуха. Вот такие даже комментарии находятся. Вот, передает привет. Ну, а вот сам Санкт-Петербург, ты же погулял по нему уже, да, походил. Какие эмоции, какие впечатления? Какие у тебя впечатления? О, я когда бываю в Санкт-Петербург, думаю, что я где-то во Франции, в Германии. Вчера ехали по Кату. Мы где-то во Франции, это где-то в Франции. О, Санкт-Петербург. То есть именно вечерний, да? Да, такой настроение вообще очень красивый, мне очень нравится Санкт-Петербург. Ну, я думал, когда-нибудь приезжать, приезжать в Санкт-Петербург. Но я пока уже переехал в Ромоносов. Чтобы не обезжать Ромоносову, я пока еще тут буду, да, потом я... Да мы всегда рады. Ну, это тут рядом, что можно. Так, Ромоносов — это пригород. То есть мы еще даже не в области. Это Санкт-Петербург, то есть самая окраина. А Санкт-Петербург — это как бы вот было интересно. То есть по эмоциям, да, многие ездили в Москву, есть с чем сравнить. Только как бы вот у нас северная столица, как мы ее всегда называем, да, всегда кажется, что она всегда чище, люди здесь добрее. И в первую очередь культурная — это вообще культурная столица. Конечно, культурная столица. И первый вопрос, то есть ассоциация. То есть ты был и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Эти города для тебя не родные так, чтобы ты там жил, да? А ты погостил и там, и там. То есть у тебя есть какие-то именно сравнения? Я не знаю, я вообще не буду сравнить, потому что мне везде нравится. Везде я комфортный, везде чувствую себя. В России? Да, в России везде. Я не только в Абакане, и не только в Москве, я еще был в Абакане, в Красноярске, в Иркутске. Иваново главное. Иваново главное. И Шуя, Киньш. Я везде бы. Мне везде хорошо. Я чувствую себя комфортно. Я чувствую себя... Человек мира. Да, я человек мира. Это замечательно, замечательно, да. Арсен, скажи такой вопрос. Вот музыкой ты занимаешься давно, ну, с детства, да? С рождения. Ты пел в хоре. С рождения, да. Вот скажи, какие еще... Были ли варианты, чем заняться в жизни, кроме музыки? Предпочтение. С тевой, когда вы говорите. Как минимум. То есть был ли какой-то вообще другой вариант? Вот если не музыка, то что? Ну, это заметно по твоим выступлениям. Ты там врубаешь прямо на сцене. Но на сцене это я настоящий. Да, да. И говорю, видно сразу тебя. Ну, надо быть по-разному. А вот там, то есть у тебя не было такого, там, в детстве хотел быть футболистом, пожарником, милиционером? Кстати, моя мама думала, что я футболистом буду. А, изначально? Да, изначально. Потому что я очень люблю футболь, играть. Я постоянно играю в футбол. А потом думаю, что я буду баскетболист. Хороший футболь, сынок вырос, стал большим. Потом в баскетбол поиграю. Но я все равно играю в музыке. Пель в хор с папой. А, то есть это все в параллели шло. Ну, это так, это музыка всегда была. Да, да, да. А это тут сначала футбол, баскетбол. Мама думала, а может быть не в музыке, она бы баскетболист, там, футболист. А потом вот я все равно. А вот маме сколько говорят уже, наверное, многие друзья, там, знакомые, говорят спасибо, что вот у вас такой сын, да? Наверное, по-любому передают. Да, да, да. Ты позвонил сегодня вообще маме? Я маме, кстати, сегодня позвонил, она на меня обиделась. Так что я говорю, что буду сам в Тетербурге, я тебе позвоню. Обещай, я тебе позвоню. Я так и не позвонил. Ну, сегодня позвонил. Сегодня позвонил. Ты обещание сдержал. Давайте мы сейчас уйдем на музыку, а Арсен как раз позвонит маме. Да, да, да. Мы на Волнах Рамбов FM, мы продолжаем разговор с Арсеном. Арсен, вот прошли два концерта в Ломанске. В Ломаносове, вот сразу напрямую у нас на стене в нашей группе, Андрей Орлов пишет. Хочу передать огромный привет Арсену. Вчера классно зажгли. Ну и, конечно, двумя Сергеем и мальчику Коле. Это, так я понимаю, Николай Андреевич. Маша Муку. Мальчику Коле. Арсен, на самом деле, очень много, вот уже Ильич говорил, благодарности. Вот за два концерта, которые прошли у нас в Ломаносове, столько эмоций у наших зрителей, слушателей. И огромное тебе спасибо, что так вот зажег на выходных наш Ломаносов. Спасибо вам большое. Спасибо все Ломаносовцы. Приезжай еще. Обязательно. Арсен, вернуться хочу по поводу проектов, в котором ты участвовал. Вот у меня такой... Ты готов об этом поговорить? Да. У меня такой вот вопрос. Почему именно Джеймса Брауна ты выбрал как первую песню? Вот я на том, что для дорогих слушателей, что это был трек This is the Man's World. Почему не на план? Я не знаю. Я не знаю. Я, во-первых, не хотел вот этой песни, но когда я пришел на кастинг, мне сказали спотчу-нибудь, что-нибудь. Я пил вообще другую песню. Вообще не было. Вообще не было. А потом мне сказали, нет, спой что-нибудь известнее. Нет, конечно, было очень много известных. Ой. А мне просто попросили, у тебя есть какой-нибудь Джеймс Браун, что-нибудь. То есть тебя за кулисами попросили, ты выбрал эту песню. Тебя подвели к этому просто. Да. И я выбрал вот эту песню. А вот та экспрессия, это была что-то подготовка какая-то или вот так получилось? Почему ты сказали, что 440 вольт? Это вот так вот сложилось или ты к этому готовился и хотел взорвать? Или вышел и вот так получилось? Не знаю, у меня всегда 440 вольт. Это по-русски душа вот требует вот такого, да, выхода? Я не знаю, какие. Хорошо. А тогда из проекта какой-то, какая твоя любимая композиция была? Из тех, которые ты там исполнил. Есть какая-то особенная? Ну, не берем, конечно, Джеймс Брауна. Все, наверное. Вот мне лично понравился это Up Town Funk. Да, всем понравился там. Безумно было драйвово. Хорошо, тогда вот такой крайний вопрос. Если бы не Максим Фадеев, ты бы поменял какого-нибудь продюсера? То есть тебе достался Максим Фадеев? То хотелось бы тебе поработать, может быть, с каким-то другим? Там был, по-моему, Матвиенко, насколько я помню, да? Или вот все-таки Максим Фадеев? Ну, я, конечно, хотел бы, если не Максим Фадеев, я бы хотел поработать со всеми. Со всеми, да? Отлично. Растерялся даже, да? Я, на самом деле, ждал какую-то, наверное, конкретку, опа, и нету ее. А тогда еще вот такой вопрос. Это все от наших слушателей. С кем бы из артистов ты хотел бы выступить совместно, но пока вот не получилось? Из нашей эстрады, я имею в виду. Может быть, совместный трек записать какой-то? Я думаю, это Стивады, наверное. Из наших, или из наших. Ну, очень русский, да? С Тивер Ванда, да. Ой, ой, мне так нравится группа Дермес, вот, Антон Билея. Я бы хотел с ним пару тректов, да, сделать. Ну, и, естественно, Лепс, конечно, потому что он... Он тоже драйвовый. Да. Почему бы нет... Почему нет? Не знаю. Ну, вот я понял, Лепс есть. Да, отлично. Лепс плотит, хорошо. Ну, и поет бывает тоже неплохо. Еще такой вопрос. Какие планы на будущее имеются в виду песни, клипы, опять же, смешно проекта? Скоро у меня будут песни, вот, наверное, на следующем году. Да, новый трек будет, да, новый трек будет, и клипы, скорее всего, будет тоже. Отлично. Отлично. Скоро будем ждать, скоро будем... Это твои будут личные произведения? То есть там авторские. Авторские, это мои. Да, это мои. Вот, отлично. Вот, я думаю, что многие ждут именно твоего исполнения, вот, что ты сам создал и представишь. Скоро будет. Скоро будет. Ну, ждем, ждем тогда, да, с нетерпением. И продолжаем. Прервемся сейчас ненадолго на музычку и продолжим беседовать с Арсеном. Друзья, мы снова в эфире Рамбов FM радио. Вот я, Серж, был в серверной, вернулся и готов общаться снова с вами. Сергей, вот у меня к тебе вопрос. Извини, Арсен. Я сегодня видел твои новости и видел твою прогулку по парку. Расскажи, как вообще возникла идея у тебя опять, у тебя идеи гениальные. Пригласить Арсена сюда с концертами, на Рамбов FM радио, да еще и в парк сводил. Слушай, ну в парк я просто пошел, если честно, мы пошли за тишиной. Потому что вчера, когда я ладил спать, лично у меня в ушах звенело. Я от этих двух дней, у меня какой-то, правда, перегрузка, какое-то ощущение, что тебя просто высосали вообще. Я это состояние называю эмоциональное похмелье. Просыпаешься утром и все, ничего не хочешь, все устал. Вот как будто тебя выжили просто вообще. И вот мне нужно такое время, там час-два, чтобы просто вот, ну, побыть, не знаю, сам собой, наедине там или с кем-то, но без движухи. Успокоиться, отдохнуть и все. Ну классно, как земляк, я просто выражаю тебе такую личную благодарность, что ты прям вот туда водишь, куда надо. Арсен, ну теперь я хочу услышать твои эмоции по поводу нашего парка. Вы еще не задавали, не успели бы задавать этот вопрос на радио? Ну да, Лен, нет, парком мы там погуляли, и все хорошо. Жалко, конечно, что половина там на ремонте, сейчас не все видно. Ну, я еще приеду, я еще приеду в город, я еще приеду, так что я еще буду гулять, я еще буду туда-сюда и все ездить, потому что у нас мало очень времени, потому что у меня еще там ленин, еще в достройках, так что я успею все увидеть. Но сегодня мы погуляли вообще хорошо, там тщина такая, листья уже почти все обмали, редкий человечек проходит мимо тебя, вообще хорошо. Может быть что-то вот запомнилось, какой-то, я не знаю, дворец, какое-то здание, какой-то мостик, у нас там поцелуев мост есть, если он не перекрыт. Есть что-то запомнили? Я просто запомнили дома, Сергей. А, как дойти до дома? Да, как дойти до дома, я все знаю. Мы были-то всего там, вот мы, где вход у китайского дворца, зашли, сели на каменечку, побыли там минут 30 и все. То есть не успели даже... Я рассказал ему, что парк большой, там много всего, но были мы только там. Да. То есть даже катальную горку не успел? Нет, нет, не успели. Ну, ничего. А вот на камне, вот там, где Екатерина сидела, не успели? Нет, мы зашли, сели, у нас там... Ну, ничего, зато в следующий раз, да, такая обширная программа. А вообще есть какие-то планы? Думал уже о следующем приезде именно сюда? Или еще пока столько эмоций прошло, да, столько событий прошло за эти выходные, так сказать, да, которые ты провел здесь? Ой... Так хочется остаться здесь, да, с вами, вообще побыть с вами. Ну, слушай, мне кажется, ты так же в Иваново сказал, когда приехал. Он и в Москве, и в Москве, и в Абакане, наверное, хитрый. И в Шуе или где-то там. Да нет, почему нет? Когда хорошо, говори, что хорошо. Да. Но когда плохо, я не буду... Это же шутка была. Это же шутка. Нет, я не буду говорить, что плохо. Нормально. 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 День молодежи, да? Вроде что-то типа... Да, день молодежи. Класс. Еще приеду, чтобы вам пора порадоваться еще. Хорошо, ну это замечательно. Есть у меня личный вопрос к тебе. Какое у тебя отчество? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. У нас отчества нету. Ну как? Нет, у меня отчество, кстати, Иванович. Иванович. Это твое личное, потому что ты из Иванова, или как? Нет, потому что у меня папа зовут Иван. Но у меня папа зовут Джон. Джон это Иван. То есть ты из Иванович Македия. Просто у меня однокурсник, он из Сирии. У них нету отчеств. Ибн Вахиб у них. Он у нас был Вахибыч. Но у меня как будто можно так, если дать отчество, у меня будет Иванович. Ну правильно, отлично. Ага, так-то меня просто... Ну ты же потом надеешься в будущем преподавать, там деток каких-то, допустим, набрать, да? И учить их вокалу, так сказать. И будут тебе как... Иванович, да, Арс... Нет, просто Арсель Македий. Просто Арсель Македий. Хорошо, тогда такой вопрос. Какие у тебя вообще футбольные пристрастия? Тебе еще не спрашивали. Вот за какую команду футбольную ты болеешь? Может быть, в Иваново есть какая-то команда? Я, конечно, настаиваю на Зенит. Я болею за Леопард и Барселон. Так, Леопард это что? Это конглейская команда. А, из своего города именно? Да, из страны. Из твоей страны, да? Как она вообще, какое место выступает, как занимает там, как она выступает в чемпионате? Ну, сейчас они... У нас такое движение вообще классное, да? Мы приедем, потому что через год будет мировой вот здесь... Чемпионат мира, да? Чемпионат мира, да, будет в России. Надеюсь, что они приедут. Классно. Что они тут будут. Ну, я надеюсь. Классно, очень рад. Друзья, немножечко мы заговорились. Сделал небольшую паузу. Одну песенку буквально послушаем, чтобы вернуться вновь и пообщаться с Арсеном. Друзья, мы снова с вами. Немножечко тут зеленые человечки нас опять побеспокоили, но ничего. Ничего мы лишнего не сказали. И ничего нужного тоже, как говорится. Арсен, давай поговорим немножко о твоей популярности. Расскажи, как вот ты почувствовал какую-то активность со стороны людей, которых ты не знаешь. Может быть, в соцсетях. Может быть, в твоем теперь уже родном городе Иваново, да? Или в Москве, может быть, тебя начали узнавать. Вот, скажи. Ну, я могу сказать, что люди просто знают Арсена Мукенди, да, по имени. Ну, кроме Иванова там я не знаю. Иногда бывает, что люди просто, да, на меня там, как-то можно сказать, я не знаю. Но иногда люди просто знают имя, да, Арсена Мукенди. Иногда меня спрашивают, а ты знаешь Арсена Мукенди? Вот хороший вопрос. Да, да, я говорю, ну, знаю. А он вообще здесь живет, я говорю. Ну, он же здесь живет, он же в Иваново. А ты его когда-нибудь видишь? Я говорю, ну, да. Мы с ним общаемся, да. Классно. Ну, передай ему привет, и там, и-то, и-то, и-то. Ну, вообще у тебя появился какой-то в соцсети фан-клуб? Да, появился у меня. Я когда... Наверное, девочки в основном. Не, ну, все. Все, да? Да, все. Вот у меня сейчас в Инстаграме, не знаю, 2000 подписчиков, наверное. И лайки постоянно. Ну, да, и лайки там, ВКонтакте там еще есть, там, Фейсбук. Да, я везде есть. Мне это нравится. Люди пишут, ты молодец, ты там все, тебя поддерживают. Ну, вот, а на твоей исторической родине знают о твоих достижениях в России? Там же, наверное, не идет трансляция, да? Ну, вот, наших каналов. Ну, есть вектор, который там смотрит, там, интернет уже знает, да? Меня пишут, мне звонят, меня погляшают иногда. Ну, просто времени нет, чтобы ездить домой, и билеты стоят очень дорого. Чтобы ездить туда и обратно. Но у меня не получается со временем, чтобы ехать, там, выступать, ездить, выступать и приезжать еще в Россию, чтобы все это очень тяжело. Ну, а вообще, как давно ты был на родине? Я в том году был на родине. То есть уже здесь, получив какую-то популярность небольшую, да? Ну, да. Ну, вот. Ну, как родители, как родственники? Ой, все хорошо. Устроили банкет, картошечку, сало, да? Да, когда я ездил, и все приехали домой, меня встреча, там, вообще здорово было. Мама заплакала, там, все давно не виделись. Ну, классно. Пять лет, наверное. Классно. Друзья, к сожалению, время неумолимо бежит. Вот, Сергей хотел кого-то поблагодарить за концерт. Пожалуйста, Сергей, тебе слово. Да, как бы не то, что за концерт, а то, что вот вокруг этого проекта нашего нарисовываются хорошие, добрые люди, которые готовы помочь. Вот именно Андрей, который звукооператор был у нас. И парень вчера чудесный, просто Иван Перевоин взял и помог нам довезти обратно аппаратуру. И приехал он к Крамбову на КамАЗе, к кузовному, за двумя колоночками. Это было очень... Ну, и Риму Геннадьевичу, да? Да, конечно. Рим Геннадьевич Фроль, скажем ему тоже спасибо. Сейчас он, сейчас и с ним Арсен познакомит, что он тебя повезет в Санкт-Петербург. Спасибо, Рим, я тебя жду. Я тебя жду время уже. Спасибо, Рим. Заранее уже тебе спасибо. Да, и спасибо огромное всем, кто принимает хоть какое-то участие в этом интересном деле. Да. Да, Серег, спасибо тебе вообще за приглашение Арсена, за твою творческую жизнь в городе. Обязательно мы встретимся, обязательно, да, с тобой проведем интервью. И последнее, Арсен, что бы ты хотел сказать гражданам города? Ну, нас не только Ломоносов слушают, нас разные города слушают. Вот вообще радиослушателям есть что-то, что хотел бы ты сказать? И гражданкам тоже, да. Да, я бы хотел сказать, что приглашайте меня почаще. Вот, во-первых, я очень жду. Номер телефона есть. 42-42-42. Если хотите, могу там номер телефона или через радио Ромбов, там найдете меня в ВКонтакте, в Фейсбук, через Сергею, везде меня, ну, везде я есть. Хочу сказать спасибо радио Ромбов, 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 ФМ. Спасибо, спасибо группе «Мой Ломоносов» за информацию. Спасибо городскому дому культуры. Спасибо студии, профессиональной студии «Саундлайн» и лично Николаю Андреевичу за этот фильм. Да, лично Николаю Андреевичу, спасибо. Спасибо. Арсен, приятно было познакомиться. И, пожалуйста, подарок для наших радиослушателей от тебя, творческий. Мы ждем. О, что еще пьет. О, что еще пьет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! 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 До свидания! Спасибо! 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 Спасибо!